В России произошла вещь, которую мало кто анализирует. Для того, чтобы найти выход для России, необходимо разорвать вот эту связь между тремя составляющими, которой быть не должно. Но эти три составляющие, сросшиеся сейчас в России, называются государство, то есть власть, дальше собственность, частная собственность и бизнес, деньги. Эти три вещи в цивилизованных странах должны существовать относительно независимо друг друга. В России же произошла следующая картина. Государства, то есть чиновники, которые должны заниматься управлением этой страны, чтобы все функционировало, министры, вплоть до президента, рассматривают свой государственный пост как свой личный бизнес. То есть любой губернатор, мэр и любой чиновник, приходя на пост и садясь в свое кресло, расценивает это, что это его бизнес и с этого момента он начинает на этом месте зарабатывать именно с государственной казны, чего происходить не должно. Далеко, конечно, ходить не надо. Прежде всего это касается мыслей самого президента, который расценивает свой пост не как тяжелое бремя власти для управления страной, а как свой личный бизнес для обогащения. Что бы он при этом не говорил, но факты его действия подтверждают мои слова. То есть он обогащается сам, он обогащает своих дочерей, он обогащает членов своей семьи, например, бывшую жену, он обогащает своих друзей и распределяет между ними все денежные потоки. Вспомним, как сказал о нем человек, очень близко знавший его, кстати, погиб этот человек. Вот послушайте известное уже его изречение, послушайте, что он говорит о Владимире Путине. Так вот он, будучи откровенным, вот после этих слов тебя ж могли арестовать, сказал Степаныч, пошел по коридору, бабки делать надо, бабки делать надо, бабки делать надо. Вот, но это не характерно для него. А как вы думаете, что он имел в виду под этой фразой, бабки делать надо? Заработать деньги. То есть пора прекратить заниматься политикой, нужно заниматься... Нет, политика в его понятии, как я понимаю, сочетается с зарабатываемым денег. И ведь политика у него, она и началась с денег. Ведь первое, что ему поручили еще до того, как он стал президентом, это собрать все деньги Советского Союза. Это гигантские суммы, разбросанные по всем странам мира. Он старательно это делал. Как я понимаю, часть этих денег поступала... Как этот банк около Смольного называется, я все время знаю. Россия. Короче говоря, он года два занимался сбором средств официально по приказу, либо как-то иначе назывался этот документ президента Ельцина. Я, например, верю этому человеку, и действительно поведение Владимира Путина показывает, что он расценивает свой пост как возможность сделать бабки. Дальше сращивание бизнеса с государством. Здесь тоже произошла страшная вещь. Если ты хочешь заниматься бизнесом в России, то ты должен быть, опять же, либо чиновником, либо ты должен иметь связи с чиновниками. Хотя, казалось бы, такое дело бизнесу для заседающих во всех этих кабинетах. Но в России другая история. Ты должен найти не только своих людей или своего человека. Ты должен договариваться, заносить везде взятки, решать какие-то проблемы, которые вообще никак с бизнесом не связаны. Например, в Германии для того, чтобы стать частным предпринимателем, вам понадобится полчаса и 30 евро. Все. Вы ставите заявку, вас зарегистрировали в реестре, а дальше через год вы получите письмо от финансового инспектора, где вас попросят отчитаться, если вы заявили о том, что вы занимаетесь той или иной деятельностью, как частный предприниматель. То есть, будучи бизнесменом, предпринимателем, вы имеете дело только с финансовой инспекцией. Ну или, например, с бухгалтером, который разбирает ваши дела. Все остальное должно оставаться в рамках закона, и вам-то, чиновников, никакого дела нет, как и чиновникам до вас. Но если вы вдруг нарушаете правила пожарной безопасности или какое-то трудовое законодательство, то да, в этом случае включается суд и все прочие инстанции. Ну и последнее – это собственность, которая, опять же, срослась полностью с государством. И вы имеете право на свою частную собственность, которую вы должны просто иметь без страха. Свой кусок земли, свою квартиру, свою недвижимость. И никто не имеет права посягать на эти вещи. В России же все несколько иначе. Если, например, вы имеете какие-то счета в банке, например, в долларах – это ваша собственность. Ее могут у вас отнять, скажем, приняв какой-то закон о дедолеризации. И вам завтра скажут, что вы должны будете сдать свои деньги или поменять их на рубли, очень сильно проиграв при этом. И таких историй с реформами денег, да и с отъемом имущества в России происходит постоянно уже несколько десятков лет. Не говоря уже о том, что жители Советского Союза вообще фактически не имели никакой собственности. Все так или иначе принадлежало государству. Вам как бы сдавали в аренду что-то, но при этом в любой момент могли у вас это отобрать. В современных цивилизованных странах президенты или даже министры ездят на велосипедах на работу или в обычном метро. Почему они это делают и не боятся? Потому что им действительно нечего скрывать. Потому что их работа чиновников никак не связана на обогащении. Посмотрите на Обаму. Какой пришел, такой и ушел. Он живет с чистой совестью. Да, возможно, он будет получать какую-то пенсию, как бывший президент. Не стал на посту президента миллиардером. А богатым человеком, относительно богатым, он был еще до того, потому что был сенатором. Это другие вещи, другие расценки, другие категории. Итак, необходимо разорвать связь между собственностью и государством. Связь между бизнесом и государством. И на каждом из этих трех направлений необходим контроль, который осуществляет свободная пресса. Если России когда-то удастся это сделать, зафиксировать это положение, держаться его, контролировать и принимать только такого президента, который придерживается этих правил, то, возможно, эта страна имеет какое-то будущее. Но на сегодняшнем историческом этапе ощущение такое, что эти три вещи срослись настолько плотно, что разорвать их фактически невозможно. Некоторые говорят, например, такую вещь. Если в этом мафии государство, например, уничтожить мафию, то, возможно, уничтожится и само российское государство. Как бы действительно получается так, что болезнь стала настолько прогрессирующей, что удаление опухоли будет обозначать фактически уничтожение самого пациента.